всем приветик начиная новый влог вот приехала на весеннюю фотосессию пока все расцвело пока погода позволяет потому что вчера у нас было два градуса и был дикий холод дождь просто капец погода сейчас вот несколько деньков вроде бы погода обещает что тепло и вот вырвалась немножечко на фотосессию конечно сегодня такой ветерок на думаю блин надо уже выбираться потому что если не выберешься то потом уже не будет возможности либо в деревне как всегда подсветают поэтому вот приехала сегодня конечно собрала немного так волосы буду по-разному фоткаться потому что накрутилась вот пока собрала волосы в хвост пока жду короче ну не знаю так резко жарко в польше просто капец пишите кстати в комментариях какая у вас погода но у меня вот эти вот колебания настроения погоды просто как-то выбивают то дикий холод то дикая жара сразу тут практически такой средней погоды и не бывает и практически всегда ветра если ветра нет но погода низкая то в принципе можно считать что это идеальная погода потому что в принципе комфортно нормально но сегодня 18 градусов и ветерок то в принципе такая комфортная нормальная погодка классно на солнце прямо очень жарко аж в попу печет поэтому подписывайтесь на мой инстаграм если вы еще не подписаны и фоточки сегодня сделаю то буду все публиковать всем желаю хорошего весеннего настроения хорошего просмотра не переключайтесь и смотрите это видео до конца хочу вам показать свою очередную покупочку от вчера купила опять заходила в магазин и ловиса там сейчас скидки я вам уже говорила в предыдущем влоге и как вы думаете что же здесь кто смотрит мои влоги тут знают что у меня здесь короче сережка маньячка в деле еще две новые пары сережек в мою коллекцию мне сережек наверное никогда много не будет всегда мало всегда хочется новые и вот по распродаже купила себе две такие пары опять такие блестящие сверкающие серьги одни вот такие вот кругленькие камера правда не совсем передает и одни вот такие вот тоже прикольные как бы листики реки из кристалликов мне не очень нравится я довольна вот плюс две пары в мою коллекцию сережечек просто мне наверное никогда много сережек не будет класс красота совершила немножко нужных и хозяйственных таких покупочек это вот пластыри незаменимая вещь для меня последнее время это я купила вот такие вот крючки короче хочу повешать они на липучках таких самоклеющихся хочу их прицепить чтобы вешать сумки хотя они вот предназначены для полотенец но я надеюсь что сумки они выдержат вот купила одни такие вот милые с котиками классные кстати и вот такие вот обычные просто круглые надеюсь что они выдержат и прослужат мне долго быстро не отвалятся и купила опять такое вот средство я вам как-то во влоге уже показывала рекомендовала его она у меня закончилась и вот я опять купила это получается как жидкий утюг для тех кто не любит гладить кому лень или вот в поездках или надо по-быстрому вот это вот классная вещь рекомендую не именно этой фирмы я думаю можно взять любую я покупаю у нас польши в магазине экшен вот такую вот фирму очень классно кстати вещь быстренько там попшикать вещи ну конечно какие-то такие сильно наверное замяты и она не разгладит хотя я не пробовала но те что я пробовала пшикала то в принципе меня устраивает результат эффект но как-то быстро он у меня закончился вот купила опять потому что ну как то что по быстренькому я гладить особо не люблю поэтому вот эта вот штучка этот спрей меня спасает поэтому могу рекомендовать так вот такое вот у меня получилось я нарезала крабовую палочку все ингредиенты перемешала и я вам еще не сказала соль перец там приправы какие хотите можно добавить по вкусу я уже добавила только сушеный укропчик потому что у меня свежего не было но лучше конечно свежий добавить перец и соль и вот сейчас буду эту всю смесь обжаривать и делать такие вот крабовые оладушки вот такие вот получаются оладушки и обжаривать их надо совсем недолго до золотистой корочки с двух сторон немножечко и все готово вот что у меня получается давайте вместе с вами снимем пробу попробуем один твой горячий такой да реально очень вкусно только надо было наверно мне немножко больше соли добавить вообще-то реально очень вкусно если вам надоел крабовый салат ну попробуйте приготовьте реально пока не очень горячий пока сырок такой растопленный то это очень вкусно класс мне понравился рецептик стик тока оправдал мои ожидания хотя я думала что может быть будет фигня полная но не мне понравилось собираю сейчас заняться чисткой своих браслетиков пандора вот поснимала разные уже подвесочки шармики и клипсики это меня получается вот это пандора вот это пандора это вот тиффани хочу их немножко почистить осветлить посмотрю на результат вот этим вот набором что я вам показывала в предыдущем влоге хочу его сейчас протестировать надеюсь что она поможет и мои браслеты осветлятся потому что когда их покупала они были светлее а сейчас вот серебро немножечко так потемнело сейчас буду короче тестировать есть у меня еще такого серебряное кольцо то мне братка это дарил такая корона тоже его нашла тоже хочу раз попробовать почистить не знаю как это работает конечно но сейчас буду пробовать и нашла вот у себя еще и покупала уже давным-давно такую вот штучку с пандоры у меня есть специальную чтоб открывать браслеты клипсы все а я продолжаю все это колупать пальцами но иногда ногтями своими но иногда бывают такие клипсы которые и очень тяжело так открыть или браслеты вот застежку бывает переклинит и ты колупаешь колупаешь ногтем такое ощущение что сейчас ноготь сломаешь вот нашла у себя такую вот открывашку для браслетов и клипсов ну кстати вещь классная вот достала буду теперь пользоваться чтобы не колупать свои ногти не портить маникюрчик ну а сейчас вот буду заниматься чисткой покажу вам потом результат там вроде бы было написано смотрите кстати какая классная тряпочка получается она тряпочка как книжка с микрофибры тут получается белая и розовая там надо будет почитать в книжке вроде я уже читала какой цвет для чего по моему если есть в изделиях по золотом то нельзя белой только розовой а вот такие вот серебряные то сейчас посмотрю там вроде их надо намастить щеточкают этим вот средством потом промыть под теплой водой и уже потом полировать этой вот тряпочкой сейчас короче буду читать буду разбираться буду пробовать и покажу вам потом результат вау я в шоке очень круто получилось почистить свои украшения я сейчас закину и все постараюсь почистить вот это вот я показываю те которые почистила конечно камера не совсем передает но украшения стали просто как новые так стали блестеть я вот еще кольцо почистила такие вот серьги у меня были серебро золотом там короче написано что все можно от металла до бижутерии золото все можно короче чистить этим средством но это просто огонь же сам покажу как она выглядит и получается вот это вот белая часть тряпочки это для очищения а розовая часть для полирования и посмотрите сколько на ней всякой грязи осталось смотрите просто капец какой-то я уже когда средства окунула вот эти вот свои украшения там написано было на две минутки окунаешь потом достаешь и немножечко можно щеточкой такого тебя прошлась потом под теплой водичкой сполоснула и потом получается я очищала с помощью белой тряпочки и полировала с помощью розовой видите с одного раза тряпочка уже такая вот потасканная я не знаю потом придется наверно покупать отдельно такие тряпочки потому что думаю что если постирать их то уже толку от них не будет просто с одного раза вот такой вот результат теперь я буду делать это чаще ну я просто в шоке честно теперь вот они у меня сохнут на полотенечке таком вот и давайте я вам покажу как выглядит само это средство ну просто ты только кидаешь украшения ты моментально видишь результат я даже не ожидала этот кроу вам покажу вот так вот выглядит средство такая вот розовая водичка и что очень удобно что здесь есть такая вот штучка такой вот контейнер что ты получается украшение накидываешь они на дне оседают на этой штучке а потом когда две минуты проходят ты вот так вот хоп и вытаскиваешь все очень классно очень удобно блин классная вещь когда у меня эта жидкость закончится я обязательно буду покупать еще но я думаю что ее надолго хватит потому что ну в принципе вот сколько украшения закинула ничего не поменялось водичка же такая розовая прикольно ну это реально работает я не думала что настолько просто и не думала что я настолько заносила уже свои украшения ну конечно была разница с новыми они не так блестели а теперь они круто блестят переливаются супер конечно жалко что видео не так передает в жизни не более такие блестящие более светлые не знаю короче чем это связано или освещение или что и я вот закину но сейчас еще сюда вот свои шармики видите прямо как отстает сколько грязи уже там на дне просто капец я даже не думала так две минутки прошло достаю так вот надо подождать чтобы оно стекло и на полотенечко сейчас буду полировать свои шармики красота думаю тоже станут как новенькие и закину сейчас наверное еще и золотые свои украшения какую-то бижутерию еще почистю но я не ожидала что это такая суперская вещь прям ну не знаю кто вот пользуется украшениями пандорой вот рекомендую в пандоре закупить вот такой вот наборчик он реально стоит свои денег и реально работает так распаковочка мне опять приехала посылка с посылочками давайте посмотрим что же мне тут пришло так но по форме я думаю что это мне пришли новые чехольчики на телефон так давайте буду открывать буду смотреть я уже заглянула одна посылочка не моя поэтому я вам ее показывать не буду а вторую сейчас вам покажу это себе заказала чехольчик а я поняла какой мне пришел бы я заказывала там несколько это при как он красивый класс такой вот розовый заказала чехольчик блестящий с бабочками позже он такой милый нежный прикольный смотрите как он переливается сейчас его распакую и вам покажу поближе уже вы только посмотрите на эту красоту конечно он с такого немножечко плотного силикона а вот эта основа вроде бы я не знаю как или эпоксидная смола или ну очень твердая тут основа а тут мягенький силикон но посмотрите какой он красивый боже такой нежный такой блестящий девчачий такой класс смотрите сейчас примере его на телефончик и сразу уже одену буду носить но мне очень нравится почти в комментариях как вам я еще жду там один чехол заказала тоже такой симпатичный ну вот этот вот просто ожидание реальности очень довольна ну он даже лучше чем был на фото класс хотя такое бывает не 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 часто с алиэкспресс когда заказываешь что-то в жизни намного лучше чем на фото но вот этот чехол просто космически красивый помыла себе клубничку буду кушать сейчас конечно еще не сезон клубники хотя в польше она продается круглый год но вот это вот так очень вкусно кстати я так особо клубнику не люблю но если ем то именно вот такую вот она плотненькая очень ароматная и очень в принципе вкусно сладкая я такую люблю клубничку в комментариях любите ли вы клубнику если дату какую потому что я мягкую такую сильно переспевшую не особо люблю я все фрукты люблю чтобы они были такие вот немножечко можно сказать зеленцой такой и чтоб обязательно были плотные ягоды и фрукты потому что ну мягкие спелые это не очень для меня короче ну вот такую вот себе помыла клубничку буду сейчас кушать всем приветить я продолжаю свой влог в польше очередные выходные а это значит что мы приехали в очередное путешествие на один день я очень люблю путешествия даже такие вот на один день очень перезагружают ты отдыхаешь мы приехали в новое место называется владиславово мы тут никогда не были тут получается владиславово и рядом хель думаем погулять немножко здесь посмотреть что тут да как такой городочек на берегу балтийского моря потом заехать в хель то получается коса тоже на балтийском море не знаю тут никогда не были в основном мы всегда ездили чаще всего это сопрак дарс глиня потому что они ближе всего к нам. Ну вот решили посетить новое место, приехали сюда. Не знаю, конечно, что мы будем здесь смотреть, но что будем смотреть, где будем гулять, я обязательно буду с вами делиться, поэтому не переключайтесь. Хорошего всем просмотра. Мы сейчас идем вот в морской порт, посмотрим, что там, и я буду с вами делиться, вам все буду показывать, потому что как бы сегодня еще такая в Польше теплая погода, а завтра уже должен быть дождь, холод, поэтому пока солнце светит, хотя сюда приехали, у нас в Бытгоше жарко уже было, а сюда приехали, тут как-то прохладно, то пришлось даже накинуть вот такое вот пальто. Ну не знаю, надеюсь, не замерзну, хотя погода тоже обещала тепло, но дует ветерок холодно, я же говорила, что в Польше, если дует ветер, то уже холодно, поэтому не знаю, надеюсь, не замерзну, потому что приехали немножко погреться и к морю погулять, а получается, что немножко даже как-то и не жарко, и не знаю, не морская самопогода, ну ничего, идем смотреть, идем гулять. Смотрите, какая красивая поляна нарциссов, красота, я читала, кстати, за этот городок Владиславова, что по всему городу есть разные фигурки, вот мы первую встречаем, написано, гмина Владиславова, и вот такой вот, не знаю, рыба-рыбак с рыбкой, такая вот прикольная статуэтка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нагулялись и решили приехать в городок Сопот погулять немножко, и первым делом мы пошли на обед вот в это вот заведение, вы видели название в начале. Мы тут были уже зимой, это такое заведение, получается, кафе на берегу моря, очень тут атмосферно, очень красиво, очень много живых цветов, такие стояли ароматы вокруг, просто неимоверно, по территории хотелось гулять, все так красиво, очень кайфовое, атмосферное и вкусное заведение, очень рекомендую, если вы будете в Польше, в Сопоте, смотрите какой тут пляжик такой, получается, что можно даже и на бережку посидеть покушать, и во дворике, и внутри, кому как угодно, нам очень понравилось, тут очень вкусно, нормальные цены, мы второй раз берем такую порцию с рыбкой, просто моя рекомендация Продолжение следует... Собираю сделать фаршированные грибочки с беконом и сыром, вот купила, вот такие вот гигантские огромные грибы, и сейчас, короче, я обжариваю. Обжарю ножки грибов, почищу их, обжарю ножки грибов с беконом. Вот купила вот такой вот бекончик кусочками. А потом, когда это будет обжарено, я уже в конце выключу все это дело, перемешаю с сыром. У меня вот такой вот сыр моцарелла и вот такой вот еще есть обычный сырочек. Добавлю немножечко майонеза и отправлю это все в духовочку. Обжарю это, естественно, все добавлю, там приправки по вкусу, соль по вкусу, зелень какую можете добавить, какая вам нравится. И буду это все обжаривать. Никогда раньше я не делала фаршированные грибы. Это вот решила попробовать. Ну, думаю, что с сыром и беконом это будет очень вкусно для тех, кто любит грибы, конечно же. Буду сейчас пробовать. Такой вот будет обедик фаршированные грибочки у меня. Покажу вам потом, что выйдет. И в конце потом, наверное, или может сразу я всю эту смесь перемешаю с сыром. И потом еще сверху шляпку так украшу, посыплю сырком, короче, чтобы много-много было сыра. Очень надеюсь, что это будет очень вкусно. Так, вот так вот выглядит моя начинка для грибочков. Я, получается, обжарила ножки грибов с бекончиком, с разными приправами, с сушеным укропом. И потом добавила немножечко майонеза, когда это все пожарилось, немножко остыло. И два вида сыра. И сейчас буду этой начиночкой начинять свои шляпки грибочков. Такая вот красота получилась. Вот так вот выглядят мои грибочки перед запеканием. Буквально мне не хватило еще одной шляпки, потому что осталось немножечко совсем начинки. И, кстати, саму шляпку я ничем не обрабатывала, не солила, не поливала, не мариновала. И начинила ее, получается, пустую всей вот этой начинкой. Ну, ничего, начинка получилась вкусная. Думаю, ее можно и просто так съесть. А свои шляпки я сейчас отправляю в духовочку где-то примерно на 15-20 минуток. Вот так вот выглядят готовые грибы. Такие вкусные, красивые получились. Всем приятного аппетита! Мне тут курьер опять принес посылку с посылочками. Давайте будем делать распаковочку. Усыпаю посылочки. Так, не поняла. А, три штучки тут. Три, но вот это вот, по-моему, не мне посылочка, поэтому я вам ее показывать открывать не буду. А это вот мои. Давайте посмотрим, что же здесь мне пришло. Это посылочки с Алиэкспресса. Так, разрезала я пакетик. Давайте начнем с этой. Что-то мне подсказывает... Блин, я плохо ее разрезала. Ладно, давайте эту смотреть сначала. Что мне здесь пришел новый чехольчик. Я вам говорила уже, что я заказала себе два таких чехла. Блин, не могу достать. Разрезала. Давайте сначала посмотрим эту. Смотрите, какой чехол красивый, патриотический пришел. Класс! Я специально заказала себе такие полупрозрачные чехлы, чтобы был виден цвет моего телефона. И люблю вот именно, когда чехлы из такого тонкого силикона, чтобы мне казался телефон таким толстым и тяжелым. Смотрите, какая она красивая, такая патриотичная девчинка. Моя Украина написано. Очень красивый, дуже гарный. Напишите в комментариях, я к вам. Я очень довольна. Это такая вот первая была посылочка. И вторая. И во второй мне пришли вот такие вот серьги. Но честно, я немного в шоке. Аж не могу подобрать слов. Я не ожидала, что они будут такие длинные, такие большие, такие огромные. Но какие же они красивые. Я такие серьги очень люблю. Еще одни в мою коллекцию. Мне кажется, что за один влог я уже вам показала не одну пару сережек. И те вот заказывала. Давно их, кстати, хотела. Давно они у меня были в корзине Алиэкспресс. И вот решилась. Но я не ожидала, что они в жизни такие большие. Но очень эффектные, очень красивые. Такие вот на выход. Блестят, переливаются. Очень крутые, конечно. Класс, красота. Класс. Всем приветик. Я продолжаю снимать влог. И помните, я несколько дней назад бегала в таком легком платьичке весеннем. И делала себе весеннюю фотосессию. И говорила, наконец-то в Польшу пришло тепло. Но надо пользоваться этим теплом. Потому что опять будет быть холодно. И вот я опять в такой вот куртке. Не знаю, после того, как ты уже ходил легко одетый. И опять напяливать куртки. Это, конечно, вообще не очень. Опять сапоги, опять куртки. Как надоело уже эта погода. То холодно, то жарко. Никак не придет нормальная погода. Такой дубарь. Я иду сейчас на маникюр. И я еще ни разу не помню, чтобы я шла на маникюр. И была хорошая погода. Всегда какой-то холод. Ветер, дождь, снег. Я не знаю. Просто какой-то капец. Я уже этого, если честно, не выдерживаю. Почитайте, какая погода у вас. Но сегодня прям очень холодно. 4 градуса. По ощущениям написано, что 2. Ну, а я иду делать маникюрчик. У меня, в принципе, предыдущий еще нормальный. Ну, единственное, что только он отрос. А так он еще в идеальном состоянии. Буду вот сегодня делать новый весенний маникюрчик, педикюрчик. Короче, наводить весеннюю красоту. И надеюсь, что я призову, наконец-то, теплую погоду и весну. Но это капец. Вот майские на носу. А погода как-то вообще, вроде бы зима какая-то. Даже зимой не всегда было так холодно, как вот сейчас, например. Ну, это просто какой-то капец. Короче, я как выйду с маникюрчика, покажу вам, что я себе сделаю. Я уже придумала дизайн. Правда, не знаю, что-то. По той дне мне время все сложнее и сложнее себе выбирать дизайн. Но буду делать сегодня такой, наверное, розовый френчик. И разные хочу такие весенние цветочки. И пока у меня есть немножечко времени, хочу пойти посмотреть там фарк один. Расцвела ли сакура. Ну, у меня такие были планы, что на майские будут выходные. Я поделаю, короче, еще весенних фотосессий, весенних фоток. Но у погоды, походу, какие-то другие планы. Ладно, не унываем. Желаю всем весеннего теплого настроения, солнышко. Поднимайте себе настроение, как можете. Ну, я вот сегодня буду себя поднимать тем, что я иду на маникюрчик. Ну, и сейчас перед маникюрчиком хочу глянуть, пойти в парк. Расцвела ли уже сакура. Все, не переключайтесь. Смотрите этот вложик до конца, но я буду его продолжать. Вот так вот выглядит мой предыдущий маникюрчик. Видите, он в целом все на месте. Все целое, в идеальном он состоянии. Кроме того, что отрос, вот буду сегодня менять. И как выйду, то покажу вам результат. Вот я пришла в такой вот парк, получается, возле ЗАГСа есть. Смотрите, какие тут красивые елочки. Ну, сакура, я вижу, только-только начинается. Потому что еще как бы так тепло, полноценное не пришло. Сейчас я подойду поближе, посмотрю, там есть дерево, возле которого я фоткалась в том году. Вот такая вот красота, смотрите, подрезанные такие вот. Деревца, одуванчики тут цветут. Вовсю. Какая весенняя красота. Не знаю, я бы на разные цветочные весенние фотосессии бегала бы хоть каждый день. Так мне все нравится. Так я люблю весну, когда все оживает после зимы такой серой. Красота. Видите, как тут внутри все классно. Такие вот ровные елочки подрезанные. Тут тоже, кстати, классно делать фотосессии. Такая вот красотень тут, конечно. А, и вон сакуру бежут. Да, уже начало цвести, кстати. Видите? Сакура. Класс. Вот она красавица. Уже можно приходить на фотосессии. Смотрите, какая она красивая, пышная, какая она ароматная. Класс. Уже надо бежать на фотосессию, потому что как-то все быстро. То ждешь, ждешь, пока расцветет, то потом все бац, и уже ничего не будет. Все осыпется моментально. Пока надо ловить момент. Не знаю, может там в начале первых чисел мая будет более-менее тепленько. Вроде бы там один день первого, а потом опять будет дубак. То надо будет бежать, короче, и запечатлеть эту, конечно, весеннюю красоту. Такая вот сакура. Красавица. Покажу себя немножко на фоне сакуры, какая она красивая. Класс. Я в прошлом году делала немножечко фоток. Помню, тоже в тот день было очень холодно. Ну как она пахнет. Но я смотрю, что она уже начинает даже и отцветать. Я ждала, пока она расцветет, а она уже блин и отцветает, конечно. Ну как сегодня холодно, у меня уже руки все красные, уже так отморозились. Все, у меня уже время, в принципе, подбегает. Буду я уже бежать на маникюрчик. Вот специально хотела прийти, посмотреть, оценить локацию для фото. Сакура уже цветет. Надеюсь, что до первых чисел мая, тут осталось буквально немножко дней. Надеюсь, что она не опадет, не осыпется. Потому что даже сегодня ночью будет минус один. Не знаю, точно не весенняя погода. Вот в этом парке есть еще одна красавица. Конечно, разновидность сакур очень много. Я не могу... Мне уже надо бежать на маникюр, и я никак не могу отсюда уйти. Вот, в принципе, сегодня холодно и пасмурно. Но все равно, какая она красивая. Класс. И тут вот под сакурой еще растет такая небольшая полянка одуванчиков. Тоже такая весенняя красота, конечно. И звуки природы. Птички так поют. А смотрите, как это возможно. Тут сакура розовые цветочки. А тут вот кусочек есть. Тут пеляли ее когда-то. И смотрите, а тут белые совсем другие. Вроде бы как скрестилась она еще с какой-то другой вишней, с другим деревом. Видите, тут такие белые. А тут вот она розовая сакура. Как такое вообще возможно? Я первый раз такое вижу. И вот тут вот тоже будет что-то цвести. Но не знаю, какое розовое или белое. Но вот такое явление я, честно, вижу впервые. Случайно чисто заметила. И решила вам показать заснять. Класс. Как такое может быть? Тут белое цветение такое сбоку. А тут розовое. Такая красота. Такие пушистики. Такие хочется их наминать. Класс. Навела я уже красоту. Вот вышла сразу вам показываю. Вот такой вот маникюрчик сегодня. Сделала вот эти вот цветочки. Получаются такие цветочки антистресса. Они покрыты получается такой вот акриловой пудрой сверху. Мне очень нравится. Даже вышла так не по весеннему, а по летнему. Как мне мастер сказала. И такой вот розовый френчик. Такая вот была одна ручка. И вот такая вот вторая. Получается на второй три таких вот ногтика с цветочками. Мне очень нравится. Так веселенько получилось. Лишь бы только погода потеплела. Вот сделала себе маникюрчик-педикюрчик. Педикюрчик просто такой яркий розовый. Вот такая вот красота. Напишите в комментариях, как вам. Давайте я вам сегодня еще покажу свой маникюрчик. Это, кстати, ногти мои. Просто с гель-лаком. Я так довольна. Уже второй день любуюсь и налюбуюсь. Мне так нравятся эти цветочки антистресс. Конечно, может кому-то бы они не понравились. Эндики покрыты акриловой такой пудрой. Но мне очень нравится. Я очень довольна. Даже получилось лучше, чем я ожидала. И не по весеннему, а даже уже по летнему. Побыстрее бы только было бы тепло, уже стабильно. Класс. Красота, конечно. Собираюсь себе на обед варить вот такие вот равиоли. По рекомендации подруги. Сейчас будет вот такой вот у меня обедик. Такие вот равиоли получаются с макаронного теста. И тут вот такая вот начинка. Много тут всего. Но подруга сказала, что это очень вкусно. Покупала от магазина Лидов. Буду сейчас вот пробовать, тестировать. Всем, кто тоже сейчас собирается кушать, всем желаю приятного аппетита! Вот так вот выглядят равиоли уже в сваренном виде. Пахнут они, конечно, очень вкусненько. Я их еще приукрасила немножечко базиликом своим любимым. И получился у меня вот такой вот аромат невкусный, я надеюсь, итальянский обед. Сейчас они немножечко подостынут. И я буду снимать дегустацию. Варить их надо было 5 минуточек. Пахнут они очень вкусно. Я надеюсь, что на вкус тоже очень вкусно. Сейчас немножечко они остынут. И я попробую. Я их еще немножечко приправила сливочным маслом. Потому что я все, в принципе, люблю со сливочным маслом. Добавила базилика. Сейчас попробую, вам скажу, как мне. Но я думаю, что мне очень понравится. Потому что подруга очень рекомендовала. Но выглядит они, конечно, круто. Но такая вот порция была написана 250 грамм. Но мне кажется, что для меня это на 2 раза. Не знаю. Думаю, что я всю даже не осилю. То есть, я не осилю, то оставлю себе еще на второй раз. Сейчас буду пробовать. Я уже попробовала. Да, это реально очень вкусно. Подруга плохого не посоветует. Но чувствую что-то, что я все не осилю. Съемное наполовинку. И оставлю еще потом на вечер, наверное, себе. Это реально вкусно. Я даже не ожидала. Поэтому все. Всем еще раз приятного аппетита. А я буду обедать. Базилик обожаю. Вкусняшка. Так, обзорчик. Что же я купила опять в магазине Лависа? Ну, те, кто меня хорошо и давно знают и смотрят, то догадываются. Я думаю, что же я тут купила. Но сначала предыстория. Сегодня такая история со мной приключилась. Что я из дома ушла и забыла одеть сережки. Хотя я вообще не выхожу без сережек. Вот никуда вообще. Вы знаете, что у меня их много. Что я их коллекционирую. У меня большая коллекция разных сережек. И сегодня с утра очень рано ушла из дома и забыла одеть сережки. И потом встретилась с подругой. И как-то себя не очень комфортно чувствовала. То вот пришлось Лавису зайти и опять себе сделать покупочку. Давайте посмотрим, что же я тут купила. Как бы не рассчитывала. Но как вышла из дома без сережек, то с подругой пошла в магазинчик. И прикупила себе еще дополнительные, короче, пары сережек. И уже в них ходила, короче, выгуливала. Я не знаю, какая это уже пара сережек вообще за последнее время, за последний месяц. Я не знаю, не сосчитать. Даже в этом влоге я вам показала уже не одну пару. Ну да ладно. Вот купила такие вот интересные. Первые, это вот такие вот, смотрите, бабочки. Конечно, они перекручиваются, но я их уже одевала. Очень красиво смотрятся. Бабочка такая бензиновая, переливается, получится разными цветами. И такой вот цветочек. Может, было бы прикольно, чтобы они были в одном стиле. Камушки были все такие бензиновые. Ну так, мне кажется, тоже прикольно. Они такие весенне-летние, классные. Смотрятся на ушки очень оригинально. Их можно по-разному носить. Можно вот так носить. Можно бабочки отдельно. Видите, тут вот так вот они идут. Такие гвоздики. Очень прикольные, красивые серьги. Стоили вот 15 злотых. И вторые я купила это со стернингового серебра. Такие вот на свои дополнительные дырочки. Тут вот такие вот маленькие гвоздички. И вторые маленькие колечки. Ну, колечки у меня сейчас на ушах. Гвоздики я сняла с хрящика. Колечки не стала снимать. Мои они плохо одеваются. Такие вот, такой вот наборчик. Стоил 20 злотых. Это тоже по распродаже. Вот я не знаю просто в этот магазин, как зайти, чтобы чего-то там себе не прикупить. Новую пару сережечек лишнюю. Но так как я была без сережек, то вот зашла и, короче, купила и уже ходила в них. Я, наверное, только один раз всего заходила туда, когда просто посмотрите, ничего не купила. А так как не зайду, так обязательно что-то себе куплю. Стараюсь, конечно же, покупать все по акциям. Там выгодные акции бывают. Очень, кстати, выгодно. Вот эта вот, например, коробочка. Стоила она в евро 18 евро. В злотых тут что-то не вижу ценника. Ну, короче, вот вы можете видеть разные валюты. Из Таиланда они, кстати, даже не китайские. Прикольные. Вот купила себе специально для дополнительных дырочек, чтобы было стерлинговое серебро. И вот эти вот тоже мне так кинулись в глаз. Очень они мне понравились. Тоже такие оригинальные, прикольные. У меня таких вот еще не было, даже подобных. И вот теперь в мою коллекцию есть. И на этом, наверное, я буду заканчивать этот влог. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте меня большими пальчиками вверх. Пишите в комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Приглашайте своих друзей и знакомых на мой канал. Всем буду очень за это благодарна. И кто, кстати, хочет поддержать мой канал, в описании под видео вы можете найти там номер банки или перейти по ссылочку. И тоже буду очень рада, благодарна вам за поддержку моего канала. Чтобы я для вас больше снимала контента, интересных обзорчиков, интересных видео. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующих видео. И всем пока-пока.